Популярная эстрадная певица Ая Андреева, солистка легендарной рок-группы «Перконс» и «Эваа Кураторы», участница этно-фолк-группы «Таутумейтас» Асна Терансоне, оперная певица Бригита Рейсоне, исполнитель шлягерной песни и лидер группы «Балты и Алачи» Андрис Балтацес, актер театра имени Чехова Максим Бусил, рок-музыкант и лидер группы «Дзелс Вилкс», рокер Юрис Каукулес и кумир молодежи рэпер Финтис. Все они готовы принять этот вызов и выйти за рамки привычных образов и музыкальных жанров и предстать перед зрителями в совершенно ином свете. Нашей съемочной группе удалось попасть на запись одного из конкурсных дней и, пожалуй, самого сложного. Опера. Еще бы! Академическому или оперному вокалу певцы учатся в академиях по пять, а то и более лет, а потом оттачивают свои баритоны, басы, сопрано еще долгие годы, а по сути всю жизнь. Каково же будет поп, рок, рэп, фолк исполнителям буквально впрыгнуть в этот сложнейший жанр без подготовки? Это гримерка участников шоу. До выхода на сцену буквально час. Тут они примеряют свои сценические образы, распеваются, настраиваются перед выходом на сцену и получают последние наставления от педагога. Вибрато, портамэнто, легато, стаккато, сорэнто и бельканто. В каком из этих итальянских городов ты когда-то бывал? Я бывал в сорэнто, кстати, бывал. Да, и это был вопрос со звездочкой. Максим, конечно, это были все оперные техники. Это очень сложный жанр, оперное пение. Им овладевают за многие годы, заканчивая консерваторию. И вот за такой короткий срок, насколько это сложно овладеть этим жанром? Ну, мне повезло, что я еще, когда учился на актера, и были эти основы, в которых объяснялось, как это, как правильно дышать, как правильно раскрывать все там, рот, глотку. И поэтому было немножко легче к этому вернуться. Хотя, безусловно, у меня нету этого как вот, ну, повседневно, но благодаря прекрасным педагогам все возможно. Расскажите, насколько это сложно научить Максима петь? Это хороший вопрос. На самом деле, Максим уже умеет петь. Это хорошие новости. И это не очень сложно. Но это требует много работы. И он очень работоспособный. Поэтому мы часто встречаемся, понемножку работаем. И, по-моему, прогресс огромный. И сюрпризы будут очень большие. Ну, вас, наверное, нельзя сбить с толку такими вопросами, как «что такое бельканто» или «вибрато», как вот эту молодежь. Ну да, это такие прекрасные, хорошо известные мне слова. И вибрато, к слову, снова в моде. Я ведь и в рок-музыке тоже часто высоко пою. И порой пою именно вибрато. Что всегда очень нравилось нашему любимому композитору Юрису Кулакову. Если Максиму Бусилу как актеру перевоплощаться, менять тембры и диапазоны голоса не привыкать, если Эва Акураторы тоже не боится оперного вокала, то представить себе этих парней в оперном звучании – ну уж очень сложно. Андрис Балтацис – лидер группы «Балты и лачи». Пожалуй, самый известный исполнитель шлягерной музыки в Латвии. И тут на тебе – опера. Я сегодня подумал, что порядка, наверное, 40 лет обратно. А в Далгопилсе я участвовал в прослушивании, чтобы поступить в музыкальное училище именно на класс вокала. И тогда моя карьера, да, была как, ну, с надеждой, что буду оперный певец. Но шло время, все менялось. Увы, после 40 лет я снова… Мечты забываются. А я думаю, что это не только мечты, но это… Сегодняшний день – это дань тем людям, которые верили тогда в меня, моим учителям. Ну, это для меня очень много, вы знаете, да. Ну, а какие-то навыки в оперном пении у вас все-таки есть? Это естественно. Там есть небольшой, очень маленький секрет, но он очень дорогого стоит. Потому что, ну, у нас процентов 90 в Латвии неправильно дышат. Дыхание неправильно, тем все респираторные заболевания именно от этого. И главное, чтобы хорошо так называемое бельканто пение было бы красиво, да. Это должно быть хорошее дыхание, хорошая посадка, дыхание, чтобы… И все. А дальше тут открывай рот, и все звучит само собой. А вот для Юриса Каукулиса, нашего знаменитого рокера и «Железного волка», этот выход на сцену станет большим испытанием и проверкой на прочность. Каково это из рокера превратиться в солиста оперы? Ужасно волнуюсь, но и радуюсь одновременно. Это огромное событие. Признаюсь, еще пару месяцев назад я и представить не мог, что это со мной случится. Ну, что будет, то будет. Часть истины будет уже там, на сцене. Но ощущение очень хорошее. И спасибо огромное педагогу Дите Калнене. Она меня буквально преобразила и нашла какие-то новые пространства для дыхания во мне. Ну, что все-таки для вас было самое сложное во всем этом? Найти произведение для баритона. И в конце концов мы нашли оперу «Собор парижской богоматери» Зигмара Лепинша «Арию Квазимоды». Сначала я подумал, ой, нет, нет, ни за что. Она слишком мягкая для меня. И я никогда не решился бы петь ее сам. Мне самому ближе экспрессия. Намного более тяжелая музыка, стихийность. Но оказалось, что ты, оказывается, можешь быть разным. Стихия может быть разной. Она может быть и такой мелодичной. Бригитта Рейсона тоже одна из участниц конкурса, но в этот день вроде как и в роли наставника. Ведь сегодня, когда большинство участников волнуются перед исполнением своих оперных арий, молодая певица чувствует себя как рыба в воде. Ведь опера – это ее родная стихия. Я, несмотря ни на что, тоже очень волнуюсь. Я узнала, что в жюри будет Инесса Галланта. А у меня с Инессой очень близкие отношения. И для меня чрезвычайно важно спеть так, чтобы ей понравилось. Спеть на высоком уровне. Так что для меня этот выход на сцену очень ответственный. Но вообще, конечно, мне сегодня будет намного проще, чем остальным. Намного проще, чем в другие конкурсные дни. Потому что оперное пение – это то, чем я занимаюсь, что я хорошо знаю и умею. Но все равно, условия не такие, как в опере. Это телевидение. И так или иначе, все равно нужно как-то на это настроиться. Сегодня задача не из легких и для участницы знаменитой латышской фолк-группы «Тау Тумейтас» Асна Терансане. А какие у вас взаимоотношения с оперным пением? Это будет тяжелое испытание? Или, может быть, как выяснилось тут для некоторых участников, это дело не такое уж и чуждое? А, так выяснилось. Ах, вот как. Ну все, тогда у меня сейчас начинается стресс, потому что я думала, что мы тут все в одной лодке. Ну, кроме Бригета, конечно. А я тут сижу и думаю, ай, ну как пойдет, так пойдет. Нет, ну хорошо. На самом деле, я училась в рижской хоровой школе Домского собора 4 года. И пела, и в хоре Домского собора. Училась у Валдеса Дзенеса, так что это мне не совсем чужое. Но у меня другое. У меня огромный пиетет к этому жанру. И если не идеально, то лучше не надо. Но сейчас я все это отбросила и попробую от всего этого просто получить удовольствие. А кто это у нас тут в бигуди и лаковых туфлях на каблуке? Неужто отвязный кумир молодежи рэпер Финтис? Таким его фанаты явно никогда не видели. Абсолютно, абсолютно чужой мне жанр. Мне даже просто пение, это совсем не мое. Я обычно читаю рэп, поэтому опера это вообще какая-то другая для меня планета, которую я со своей земной поверхности даже не вижу. Я вообще не претендую на то, что у меня получится какая-то фантастически прекрасная опера, но я очень надеюсь, что у меня получится это сделать со вкусом. И это для меня самое главное. Ну а пока участники шоу волнуются перед выходом на сцену, в самой студии латвийского телевидения, которая на этот вечер превратилась в оперу, и тут последние приготовления. Проверка аппаратуры, камеры, свет. Словом, все должно быть доведено до совершенства. Для съемочной группы задача тоже непростая. Как сделать так, чтобы происходящее на сцене в зале стало еще и красивой телевизионной картинкой? Я очень рада, что на латвийском телевидении выходит большое развлекательное шоу. Над ним работает огромная команда, чтобы все было ярко, красочно и с изюминкой. У нас два режиссера. Арвиц Бабрис работает за пультом, а я отвечаю за само сценическое представление. Работаем над хореографией, стилем номеров, над тем, что артисты делают на сцене. Работаем над хореографией, стилем номеров, шоу, выступление, которое подготовлено. Конечно, мы его делали больше или меньше все вместе, но все равно самое главное понять, где самый главный акцент, где крупный план, где какой-то танец, где какой-то рисунок, где какая-то реакция, где жюри. Такие все вещи, и это все, чтобы зрителю дома было интересно, и он смотрел такими глазами все время, не отрываясь. Наблюдать и оценивать выступления артистов будет жюри. Впрочем, они себя называют экспертами, а не судьями. Но как их ни назови, среди них сплошные звезды. Это автограф, да, я его большой фанат. Увидела его, и мне нужен автограф, чтобы в рамочку и на стену. С высоты своего опыта, какой бы вы универсальный совет, вне зависимости от того дня, рок это или народная, или оперная музыка, какой совет вы дадите участникам перед выходом на сцену, они сейчас очень волнуются. Ну, не переживать, потому что они все уже в своей жизни главное совершили. Это просто шоу, просто фан такой. Так что не надо нервничать. А тем, которые готовятся к следующему шоу, бегите отсюда побыстрее, потому что это страшно. Вы же 30-40 лет работали, а сейчас все это во смарку. Я на этом шоу эксперт, чему я очень рада, потому что очень не хотелось бы быть в жюри. Эксперт – это немножко другая роль. Очень интересное шоу такое, конечно, это такой, и за этим, то есть это такой для ребят вызов, да, вызов. Ну, очень интересно. Особенно, конечно, сегодняшний день, вот день оперы. Это вот очень ждала, вот очень ждала именно этого дня. Сегодня мы вам приоткрыли дверь лишь в один съемочный день, а ведь их впереди целых восемь. Рок, поп, песни Евровидения и творчество Раймонда Пауса, кантри и многое другое. Каждую субботу на латвийском телевидении. Включайте и смотрите шоу «Парди и адеманы».